Друзья, приветствую вас. Давайте сегодня детально обсудим Россети. Сейчас очень много идет обсуждений по поводу этой компании. Многие аналитики, на мой взгляд, вполне обоснованно прогнозируют существенный рост по ценам этих акций. Давайте мы с вами сначала обсудим, какие новости и изменения грядут по этой акции. И потом, соответственно, мы посмотрим техническую сторону этого вопроса. Так, начнем с октября. Акции Россети находятся под давлением на фоне неопределенности по поводу приватизации электросетевой компании. Но до сих пор сейчас идут дебаты на этот счет. То есть до конца как бы не выработана стратегия. С одной стороны, их планируется приватизировать и определенные шаги, решения, разработки планов, они проведены. Но пока нет окончательной ясности, как это будет проистекать. То есть сейчас предполагается, что цены на акции достаточно низкие. И надо, скажем так, либо подождать, пока они вырастут, либо капитализацию увеличить. Но это можно вполне успешно и быстро сделать. Мы знаем на последних примерах, как это осуществляется в достаточно сжатые сроки. Так, вот также были новости. Какие у нас? Значительно выросла чистая прибыль по российской отчетности РСБУ. Дивиденды могут перейти к выплате промежуточных дивидендов. И то, что дивидендная доходность по ростсетям может составить 8% с учетом того, что идет снижение доходности всех активов на фоне снижения процентных ставок и в Европе отрицательных процентных ставок. Это достаточно, скажем так, мощная новость. Она может значительно прокачать стоимость акции. Так, ну вот чистая прибыль выросла в 5 раз. И вот, собственно говоря, новость по поводу того, что дивидендная доходность может составить 8% при переходе на уплату в дивиденды 75% от чистой прибыли. Так, ну помимо этого, я тут некую подборочку сделал из телеги новостей. Ну, смотрите, во-первых, ну вот эта вот новость Финама о том, что они до 75% чистой прибыли на дивиденды будут отправлять. О том, что они начинают реализовывать консолидацию дочерних структур. Но эта новость, она, по-моему, в октябре была. То ли в середине, то ли в начале. Могу ошибаться. И главное, сейчас вот появилась, скажем так, такая информация о том, что рост сети могут вырасти до 6,5 рублей. То есть это рост там 400% и больше. На самом деле, я вот в эту цифру не особо верю, лично мое мнение. То есть, я, конечно, не знаю, может быть, действительно люди владеют какой-то информацией тайной, известной не всем. А может быть, они, ну, скажем так, просто пытаются участвовать в разгоне акций. У меня нет информации относительно того, чтобы однозначно утверждать, возможно это или нет. С моей точки зрения, вот эта вот завышенная цифра, но время покажет, кто из нас прав. Так, давайте перейдем к графику. Так, вот у нас месячный график. Ну, что у нас было? Ну, смотрите, сначала был взрывной рост, потом снижение, которое шло на фоне ограничения роста тарифов. Вот. И, соответственно, сейчас вот образовалась такая округлая формация, которая очень часто является предвестником роста. Причем роста очень энергичного и очень сильного. Вопрос только в том, насколько это будет реализовано. Соответственно, если сохранится позитивная динамика на внешних рынках, на нашем рынке, то, скорее всего, уже в самое ближайшее время, если не произойдет обвала на мировом рынке, мы увидим движение, возможно, даже до 1,98. Ну, 2, 2. Может быть, даже и выше. Вот. Но, опять же, здесь идет привязка. Это, во-первых, к состоянию американского рынка, нашего рынка и корпоративные новости. Какие-то корпоративные новости, связанные с увеличением дивидендов, с усилением, ускорением консолидации, они могут вызвать взрывной рост этой компании. Так, это вот у нас месячный график. Но на месячном графике наибольшей степени просматриваются две цели. Первая – это 2 рубля. И вторая цель – это 5,4 рубля. Ну, 5,41. Относительно той цели, которая обозначена вот здесь вот, 6,5 рублей. Но у меня как бы нету никаких оснований для того, чтобы допускать такой рост. Вот. Ну, всякое может быть. В последнее время отдельные акции выдергивают и резко отращивают. Поэтому здесь сложно прогнозировать, будет это так или не будет. Но, по крайней мере, при благоприятных раскладах вот эта вот цель на двоечку, она вполне просматривается по месячному графику. Так, если мы с вами перейдем на недельный график, что мы здесь видим? Ну, во-первых, здесь растущий тренд такой вот сформировался. Вот. И, соответственно, мы даже несмотря на то снижение, которое у нас было недавно, после выстрела вверх, мы из этого тренда восходящего не вышли. То есть, сейчас акция находится в восходящем тренде. И, соответственно, у нее ближайшая цель движения по недельным графикам – это 1,4. Вот. То есть, если не будет никакого негатива по внешним рынкам, по компании, то, соответственно, мы увидим в ближайшие месяц-два, возможно, рост к этому уровню – 1,4. 1,4. Так, давайте перейдем на более короткий таймфрейм дневка. Смотрите, вот на дневочке здесь очень интересная картина получается. Так, вот у нас вот в этом месте была проторговка и набор позиций. Вот. Соответственно, вот этот набор позиций завершился. После этого был выстрел. Видите, здесь какой огромный объем прошел. Произошла разгрузка позиций. Вот. И, соответственно, сейчас произошел возврат вот в эту консолидационную область проторговки. То есть, крупный игрок набрал здесь позу, дальше ее разгрузил вот здесь. В том числе и за счет шортистов, которые шортили. Исходя из призывов, которые звучали по этой бумаге, возможно. Вот. И после этого произошел возврат вот в эту консолидационную область. То есть, вот в этой области происходит набор позиций перед ростом. Вот. Соответственно, здесь, как я вижу ситуацию, скорее всего, если не пойдет ниже 1,1622, ну да, где-то 1,1622, но всегда в числе есть какая-то погрешность. Там 5-10% может быть. Поэтому мы потом на более коротком таймфрэбе посмотрим, как эти цели могут выглядеть. Так. И, соответственно, вот если не пробивает на растущем объеме эту цель, то наиболее вероятный сценарий – это набор здесь позиций вот в этом диапазоне. И потом, соответственно, будет выстрел на 1,4. Вот сюда вот. Вот здесь как бы явная цель в диапазоне 1,4-1,42. Вот сюда вот. То есть, если сохраняется более или менее нормальная ситуация на рынке, если нету негатива по корпоративным новостям, техническая картина рисует на движение в каком-то обозримом будущем вот к этой цели. Так, давайте перейдем к более короткому таймфрейму – 4-х часовой. Вот 4-х часовой таймфрейм здесь получается. Ближайшая цель движения – это 1,21. Вот сюда вот. Вот здесь вот цель. Соответственно, здесь вот должна быть разворотная формация. Цена пришла на консолидационный уровень. И очень высока вероятность того, что в ближайшее время нарисуют здесь разворотную свечу, разворотную модель. И после этого цена развернется и, скорее всего, пойдет сюда. Но если она выходит вот за уровень вот этого консолидационного диапазона на растущем объеме 1,1611 и 1,1558, и объем у нее растет или она здесь начинает консолидироваться, торговаться, то, скорее всего, рост в ближайшее время будет отменен. То есть, акция либо она пойдет ниже, соответственно, будет здесь донабор позиций или снижение. То есть, вот эта вот модель растущая, округлая, она будет отменена. И, соответственно, акция, она пойдет, соответственно, тестировать вот этот вот уровень 0,55, 0,55, 0,55, 0,564. Вот. Если же акция все-таки удерживается в этом диапазончике, то есть она не идет ниже вот 1,16, 1,1618, ну, даже если у нее короткий заскоп есть, но она не закрепляется вот здесь вот, и объемы резко не начинают расти при прохождении этой области, то, соответственно, она, скорее всего, отскочит вот в этот консолидационный диапазон, будет здесь торговаться, и потом она все равно пойдет отрабатывать сначала вот эту цель 1,21, и потом, соответственно, цель, которая на более крупном таймфрейме 1,4. Так, ну, если мы вот будем рассматривать недельный таймфрейм, давайте мы его еще немножко вот так вот, то у нас вот еще здесь есть одна цель, следующая это 3,23,34. Вот здесь вот. Вот. Но пока говорить о том, что она пойдет на эту цель, рано. То есть в том случае, если сейчас благоприятно складывается обстоятельство, то, скорее всего, мы увидим, ну, такое какое-то растущее движение. Сначала вот, наверное, где-то, ну, может быть, к концу этого года, может быть, в начале следующего года, соответственно, вот отработку вот этой цели 2, а потом, соответственно, посмотрим, то есть как и что будет происходить. Но, опять же, повторюсь, это мое субъективное мнение, и все зависит от состояния внешнего рынка американского и нашего рынка. То есть если все посыпется, то ни о каком росте речь не будет идти. Так, давайте теперь посмотрим более короткий таймфрейм. Сейчас я вот эту штучку сотру. Давайте часовой посмотрим. Так, ну да, вот здесь на часовом таймфрейме уже проклевывается, что здесь начинается консолидация. Консолидация, точнее, она здесь уже произошла, и вполне вероятно при отсутствии негатива, что в понедельник мы увидим рост на 1,21, вот сюда вот. То есть здесь вот будет разворот. Точнее, вот здесь он уже пытается развернуться, он начал консолидироваться и набирать позу. Вот, соответственно, если она в понедельник не уйдет на растущих объемах ниже 1,1783, 1,1783-1,1775, вот этого диапазончика, то есть она может короткое движение к нему совершить, но здесь не должен расти объем, и она не должна под ним закрепиться. То есть в этом случае, скорее всего, в понедельник, может быть во вторник, мы увидим рост. И вот у нее ближайшая цель по часовому графику будет 1,21,22, вот сюда вот. И следующая цель, если она эту цель достигает и здесь закрепляется, Тут прямо вот поэтапная лесенка 1,22 и 1,2267, вот. Ну и выше у нас идет цель, которая обозначена на... Сейчас давайте 4-часовой таймфрейм посмотрим. Нет, здесь на 4-часовом таймфрейме явных целей таких нету, а вот на дневном таймфрейме тут у нас вот 1,41, вот сюда вот. То есть при благоприятных раскладах она сейчас будет либо непрерывно вот так вот расти по такой изогнутой траектории, ну, с небольшими откатами и потом ростами. Или она будет вот так вот консолидироваться на более высоком уровне, выстреливать, потом откатываться назад, выстреливать, откатываться назад. Соответственно, такой путь роста, он будет более долгий у этой акции. Но сказать точно, по какому пути она будет двигаться, это зависит от внешнего фона и от корпоративных событий. То есть если выйдет какая-то очень позитивная новость в части дивидендов или ускоренной консолидации активов компании по соответственно можем увидеть очень энергичный очень быстрый рост как давайте посмотрим более короткий таймфрейм и 15-минутный так 15-минутный таймфрейм что у нас выходит так ну да здесь в общем-то подтверждается набор позиций кроме того здесь ну вот явно просматривается что акция она пытается оттолкнуться от уровня 1 целый 18 69 18 18 на 69 вот отсюда вот и соответственно при реализации вот этой вот модели разворотной у нее цель движения по 15-минутному графику будет вот сюда вот на 1 целое 1,2 вот в этот диапазончик это у нас 15-минутный график так ну да здесь вот набор позиций то здесь вот шла игра в диапазоне когда разгрузились на нижнее значение диапазона проторговки потом шла торговля в канале вот и сейчас соответственно в понедельник мы посмотрим как этот канал будет разрешаться скорее всего с учетом новостей которые по акции ближайшее время происходили я думаю все таки наиболее вероятный сценарий это заход вверх то есть она вот скорее всего бумага поскольку не ну скажем так не не такая высокая ликвидность нам как у газпрома сбербанка и она скорее всего будет вот такими вот рывками то есть она будет отрастать потом немножко откатываться консолидироваться и опять отрастать по крайней мере вот здесь вот на 5 минутный на 5 минутном таймфрейме вот за восьмое число я вижу что здесь ну наиболее вероятно что завершилось движение и вот здесь сейчас они пытаются донабрать позиции после этого скорее всего мы увидим понедельник во вторник движение к тем целям которые обсудили с вами вот но бумага в принципе она на средний срок и долгосрок с моей точки зрения достаточно интересно вот ну если вот рассматривать прямо вот скажем так в понедельник что можно сделать я вот бы рассматривал такой вариант то на открытие если она не улетит на открытие не вверх не вниз а вот откроется где-то в этом диапазон чеки вот 1 целый 1856 до 1 целый 1938 я думаю вполне возможно ее купить вот и соответственно стоп в этом случае должен стоять 1 целый 1835 и take соответственно ставить на 1 целый 2033 ну и соответственно здесь ситуация должна быть идентичной с другими случаями если вы попадаете в волну то есть вот здесь допустим заход в позицию осуществлен то соответственно надо волну удерживать то есть вот здесь если купили она пошло в рост то соответственно надо стопы и пейте подтягивать вверх то есть вот ну предположим вот она здесь открылась здесь допустим я купил вот в этом диапазоне она ушла вот сюда вот соответственно стоп подтягивается вот сюда одна целая девятнадцать семьдесят ты меня в данном случае ориентируюсь вот на этот горизонтальный объем в каждом случае ситуация может меняться Нужно смотреть, как двигается актив, и, соответственно, исходя из этого, стоп выставляется соответствующим образом. И, соответственно, тейк сдвигается к следующему уровню, а следующий уровень здесь по 15 минутке 1,2154. Ну или по часовому 1,2, вот сюда вот. И, соответственно, здесь получается какая ситуация. Если она откатывается слишком сильно, то у вас срабатывает стоп, и вы в любом случае остаетесь с прибылью. Если она здесь консолидируется и уходит наверх, то, соответственно, вы просто дальше также стоп и тейк передвигаете. И это позволяет при наличии большого сильного движения, соответственно, поймать максимальную амплитуду. Но, с другой стороны, вы целиком, если откат начинается, движение не получите. Но, с другой стороны, такая стратегия действия, она позволяет вам всегда, ну по большей части, всегда с большой вероятностью выходить с прибылью. И практически каждый день. Так, друзья, вот я ранее рассматривал энергетический сектор, в том числе эту компанию Россети. И, соответственно, вы можете посмотреть видео на канале по Россетям. По-моему, то ли в мае, то ли в июне первый раз я их рассматривал. И последний раз, если не ошибаюсь, в конце сентября. Сейчас я посмотрю, если я ссылочки оперативно найду, я их под этим видео тогда выложу. Все, друзья, спасибо за внимание. До свидания.